здравствуйте друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий мы продолжаем вести расследование в игрушке висперс офф машины продолжаем идти по следу убийцы убийцы карла май ленарта а еще похитителя похитителя сосуда так они называют то дитя которое смастерили катарина вместе с карлом и нужно поторопиться нужно поторопиться потому что хотят туда засунуть культуру какую-то и я приложу все свои навыки которые ко мне вернулись чтобы не допустить это ну наверно пока я так думаю а там посмотрим да нужно найти стену это ее рук дело от полицейский ты же поддерживаешь меня продолжайте в том же духе помощник извините за тот инцидент в тюрьме постараюсь изо всех сил мэм и да здорово вы меня облапошили ну в следующий раз будешь внимательней умней так что учись смотри наблюдай так и с тобой мы по моему все катрина нам есть что-нибудь обсудить катарина как я уже сказала больше ни слова пока не увижу моего ребенка ну хорошо тогда пойдем тогда пойдем я вот не знаю куда и наверное полицейский участок да наверное в полицейский участок чтобы ну как-то провести совещание между структурами то своими болтать не как у меня есть дела и поважнее опечатанный лифт таки не работает дверь наверное тоже суженой я наверное все таки осмотрю все осмотрю все доктор надеюсь он не обиделся что взяла тогда шприцы доктор персон доктор персон у расслабьтесь еще так напряжены не подкрадывайтесь ко мне так незаметно простите за это мне сказали что вы нашли что-то в руке катарины а да ох да небольшой трубчатый имплант вот он спасибо вы смогли определить для чего он да мне очень интересно нет я в этом не разбираюсь я бы советовал обратиться к инженеру справедливо вы проверяли другие тела на наличие подобных объектов мая на запястье была характерная рана но импланта не было вполне возможно что убийца его вырезал а у карла вы его кремировали до того как я узнал о них близкие родственники очень спешили с этим черт а где прах здесь еще в печи свежий я как раз собирался его достать в той нет в той что у меня на кухне простите я шучу знаете вам действительно пора отдохнуть я подумаю об этом когда дело будет раскрыто извините доктор да я и забыл что ты такой шутник что это черт побери за наручный имплант это электронный наручный имплант который я взяла в морге но разобраться в этом только может инженер да что кстати в блокноте что-нибудь свеженькое да нет по ничего такого нет инженер хорошо а кто мне может в этом помочь и ума и такое было это же было извлечено возможно такое возможно не такое сейчас мне ничего тогда я пошел к печке что там может остаться этот имплант имплант еще целый видимо он сделан с какого-то прочного материала два импланта у них у всех были импланты один Карла Катарины может шприц еще один сейчас мне не нужен так подожди но а насчет имплантов что сейчас не нужно знать его мнение на этот счет мне нужен инженер мне нужен инженер а может быть спросить у нее что она думает по этому поводу у нее есть мнение я хочу вам кое-что показать как я уже сказал больше ни слова пока я не вижу моего ребенка ладно слушай но ты тоже не знаешь об этом да да его мнение меня совсем не интересует какие-то мысли нет нет значит полицейский участок пойдем ну что каприэль сидишь а чуть не приписали мне тут все грехи следователи вы знаете что это такое похоже это компьютерные чипы в каком-то защитном корпусе явное нарушение третьего декрета первых трудно утверждать без помощи инженера но скорее всего да ну инженер подожди инженер я как-то не думал не думал у меня все время казался каким-то таким да полоумным человеком вальтер конечно вальтер кто еще может быть похож на инженера поэтому наверное к нему к нему единственное что разговаривать больше нам нечем ну как бы подожди можно поговорить жаль что андерсон оказался так восприимчив как ману стены что я могу сказать я не хочу неуважительно относиться к нему но честно говоря я не удивлю скажите вы знаете где мне найти стину да без понятия я бы узнал ее адрес и начал искать там хорошо хорошо это ты молодец спасибо тебе за наводочку я сейчас зайду посмотрю в кальтотеку значит вальтер в итоге спас положение стыдно что мы сами не справились с этим лучше вы знаете роль фадаля можно и так сказать я со счету сбился столько раз мы сажали его за решетку он нарушитель спокойствия дамы скользкий тип но рано или поздно удача от него отвернется ну не знаю обычный садовник рольф вдаль что он такого здесь творил ладно я пойду удачи хорошо в кабинет андерсоном но это просто вот так определить адрес стены пойти там ее найти там свободная церковь не думаю что мне нужно это искать да я уже это нашла хорошо похоже ее адрес лингрин стрит 5 думаю это верх по улице напротив магазина вальтера то-то дверь то дверь до рядом с той скамейкой между прочим где ловец ветра был не думаю что мне нужно его искать не думаю тоже что мне его нужно искать комиссар я на всякий случай просто покажу вам эти штучки вы знаете что очевидно что какая-то штуковина вы обратите не к тому человеку обратились штуковина как ладно слушай ну давай поговорим несколько вопросов по стине можно задать вопрос я не держу обиды за то что случилось раньше эндерсон стена очень хорошо манипулирует людьми я не могу поверить что позволил этой ведьме меня одурачит все это дело серьезный удар по моей гордости и репутации тоже и так есть идея где я могу и найти нет попробуйте найти адрес городском архиве уже нашла но все равно спасибо я так просто поболтать и так получается что линардаль был последователем эпоса меня беспокоит вы подозреваете что церковь связана с убийствами уже нет я проникла в их комплекс и ничего не указывает на то что они заранее знали об убийствах что ж прямо гора с плеч в чем целая организация и совершающие убийства будет гораздо сложнее миде чем с одним человеком не правда ли да вы прав что ж на ней сфальтер получил награду да мы найдем подходящий способ его отблагодарить что вы можете сказать о рульфе далее садовники о не заставлять ими говорить про этого смутьяна всегда что-то замышляет например идет на все чтобы заработать по-быстрому как правило контрабанды и хранением краденых товаров хотите чтобы я с этим разобралась они нужно у нас есть дела поважнее мы сможем справиться с рульфом там сами лучше в убийствами разберитесь хорошо все ладно но прежде чем я все-таки наверное отправлюсь на эту стрит не помню как она уже называется 5 а ну и понятно там номер то и написан по моему 5 да ну да вот 5 вот вход но я все-таки зайду магазин роботов вальтер уж мне точно объяснить что это такое вау вы это сделали констатируешь очевидное мне нужно знать все о вашем дерзком побеге это было рискованно мой успех зависел это нанесение себе опасных повреждений ну полагаю еще и от того что вы отвлекали спасибо за это да я за что надеюсь вам не понадобится много времени чтобы разобраться со всем этим бардаком это было неплохо слишком много поставлено на карту не сомневаюсь и так чем я могу вам побочь слушай ну не знаю как ты там отвлекал по моему никто там не никого не отвлекал я должна найти стену руд есть варианты где она может быть по соседству я часто вижу в этом же юни города то что не знаю где на твоя дверь напротив неё что ты меня водишь за нас а что вы думаете о рульфе веселый парень дымит как паровоз и с ним трудно сторговаться ясно а что вам известно о свободной церкви но это так уже не интересно но спрошу ничего особенного знаешь только что квартира находится где-то возле старого торгового центра в северном городе но внутри я никогда не был туда не захожу нет хорошо я пошла еще увидимся берегите себя пока пока дама из полиции подожди о боже о боже что это это яйца робота это яйца робота низ и нет это не совсем лучше их убрать пока он не разошелся и постоянно просит меня младшим брать что такое что это такое ну может это просто импланты которые дают какие-то сверх умения ладно ты здесь жила рут это твой дом твоя квартира что вот так живут люди которые правят здесь что ли диплом значок бутылки кругом бутылки флаконы бутылки 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 кровати господи она по-моему здесь не жила сигарета дымится сигарета дымится она здесь она здесь или была здесь буквально недавно на торговую улицу диплом диплом за особо выдающиеся заслуги подписаны директором бюро наверное его выдали тогда когда стена уходила на пенсию старый значок с тех времен когда стена работала полицейским городе самая большая бутылка алкоголя которую когда-либо видела дец детские принадлежности конечно различные предметы для ухода за ребенком определенности на есть похититель и есть похититель еще одна бутылка упавшая пивная бутылка мне нужно с ней возиться ряд пустых стеклянных флаконов в аккуратной упаковке здесь пара кассет магнитофон рядом это хорошо еще и курит похоже что стена женщина со множеством пороков порочная женщина курит курит дымит еще похоже на стину когда она была примерно моего возраста раньше она была еще та красотка такая же стерва наверное похоже какое-то время он не работал несколько одинаковых бутылок предлагаю что внутри алкоголь еще даже одеяло нет стена видимо любит по-спартански спать а может она вообще не спит на столе стоит магнитофон кассеты внутри нет сейчас будет примерно после месяца наблюдения я уверен что в группе не более трех человек лидер и молодая пара я не смог определить местонахождение главного компьютера но он должен находиться в одном из ключевых мест здесь в норсунде они редко спускались на землю вижу на на свалке похоже подключена к большому самодельной антенны поэтому они могут иметь доступ к дальней связи лидер продолжает называть свой наручный имплант ключом но я не знаю почему в любом случае мы должны заполучить его когда решим нанести удар подходит момент когда мы знаем достаточно чтобы действовать давайте встретимся после наступления темноты там же где всегда и обсудим наши планы линард конец связи линард он следил за ними докладывал все стине так получается пара карл катарина и мая наверно как руководитель так еще раз наблюдение верю что группе не более трех человек лидеры молодая пара не смог обвинуть вхождение главного компьютера но должен находиться в одном из ключевых мест здесь и так похоже подключена большую самодельной антенни хижина на свалке поэтому они могут иметь доступ к дальней связи называть свой наручный имплант ключом но я не знаю почему что за ключ я помню что вы сказали но не могу больше ждать они подошли слишком близко ребенок родится через несколько недель если они завершат проект хульдра это будет концом для всех нас сначала я позабочусь об их лидере я завоевал ее доверие вот она идет останется с ней наедине будет несложно что касается ребенка-носителя боже прости меня но это к счету своей сделаю то что должно что уничтожили эти кассеты если что-то пойдет не так я не хочу чтобы возложили вину на вас или на мою церковь вы многому меня научили советница если я потерплю неудачу надеюсь вы найдете способ осуществить мой священный долг прощайте и так если линард убил членов проводников тогда кто убил линард то кто рядом с тобой стоит что-то у вас руки трясутся отступаете эти пустые бутылки говорят о многом лучше постараюсь и выследить на не может вечно скрываться он хотел остановить все это чтобы этого не было ленард это признавшийся убийца карла и майя но кто убил его ленард пошел на это вот эта перестрелка так хорошо с такого расстояния промахнулась ты счастливица вера так как сейчас вот что мне делать куда мне идти на свалки антенна башня солнечные панели сейчас нет повода туда идти так-так-так-так-так-так-так-так с этой перестрелкой и полу что-то может быть было какой-то намек куда идти кстати а почему я не осмотрел квартиру стены может следы какие-то там сканером но это флакон это под синяя вода содержание синего 90 по богу если это пузырьки с чистым синим у стены серьезная зависимость этанол вода синий химический состав может по этим следам не и нужно идти химия химия какая-то нет но здесь явно следов этих нет они отъезд почему есть 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 вот они капли но я сейчас не пойму я ее подранил что ли и вот из нее вот вот это вот сочится что-то так столовку побежала ну на свой любимый балкон конечно ну а где она еще может быть не понял а здесь нет ничего подожди может не она не в столовку эти следы ведут в другое место кто-то уже навел порядок неправильно может нет может тогда не в столовку показывают а вот сюда к въезду в город сейчас посмотрим а нету ничего нет 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 а что тогда а подожди не сюда вот сюда наверно краю башни краю башни так 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 путает путает следы далеко от меня не уйдешь господи господи какая огромная птица ты же всем напряжение зачем ты так делаешь ну теперь они появились следы с этой стороны зайдешь их нет а вот с этой если зайдешь туда и они ведут куда музей музей куда ведут туда и мы ну конечно за дверью а где еще она может быть да конечно за дверью тяжелая штука да подожди что там держись 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 подальше стена даже если вы меня убьете бюро отправит все что у них есть чертове это будь ты проклят ленард пытаетесь обосновать свои собственные мерзкие поступки я полагаю это вы его убили конечно я этот идиот с промытыми мозгами меня вынудил я просто хотел украсть их технологию он решил по убивать всех чертовой матери вы не понимаете вера наши дни сочтены синий цепляется за вас вы никогда не будьте свободны вот увидите единственный способ это сдаться и позволить ему поглотить тебя ключ к нашему полному потенциалу находится прямо здесь если вы присоединитесь ко мне я покажу я покажу вам все что эти без без безмозглые труд не сберу пытаются от нас скрыть я приму только вашу капитуляцию или смерть стена тогда покажите на что вы способны приложите все силы так ну и я какие-то какие силы приложить а может тебя знаешь на кнопку нажать же двигателем сжечь тихо у меня регенерация так и что же делать видимость и что потом да нет она что-то даже сказала по этому поводу она меня видит все равно но как ее она же тоже под синим она понимает все все понимает не сработает она уже приняла решение давай покажу эти что это мне не надо показывать ей это я не вижу ничего необычного блин а что же мне делать мне что только стрелять один выход стрелять она вооружена я не смогу подойти достаточно близко для ближнего боя ну а что тогда делать а стреляет и стреляет стреляет и стреляет робот помоги мне не сейчас путь стране мне надо идти в полицию не сейчас конечно но это не как не как не как ничего необычного но не знаю если подранить я только еще один человек повержет праг подранил подранил подрали мы неплохо прям в лоб четкости набьет ничего рука не дрогнула но это наверно случайно случайно она выстрелила конечно кассетами и забросать не нужно знать ее мнение на этот счет не сейчас блокнот возьми дать почитать не знаю не имеет смысла а может яйца дать роботу мне кажется полезным бытовые роботы блин я не пойму что делать не пойму что делать может ли мне что-то здесь помочь может как-то да нет это комбинация не сейчас почему я невидимым вот может стрелять только невидимым или что может так но опять же мне кажется это не сработает и убивать ее незачем ну что я я пробовал 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 но блин просто устал пробовать и я смотрел блин да все все как бы конечно логично конечно логично но почему-то звук вот этого вздоха какого-то крика так я принял что на сторону веры оказывается все таки действительно двигатель он слепит ее он черт побери и слепит и вот тогда когда у нас лепил можно стрелять да блин не плачь теперь ты в безопасности все же было так логично ну блин не знаю что дальше будет не знаю вот и все агент согласно эти раны смертельны я бы посоветовал вам смириться с неизбежным прежде чем спросите с ребенка все в порядке я же не какой-то чудовище хорошо зачем вообще было приносить ребенка сюда я думала что так смогу разблокировать этот проклятый главный компьютер потому что дурацкий имплант майя не работал у нее определенно был сдвиг на протоколах безопасности можете считать дело закрытым ленарт убил членов проводников затем я избавился от него как от бешеной собаки то что вы сделаете с этим компьютером гораздо важнее моей ничтожной маленькой жизни он содержит кольт хульдры сильного искусственного сверхразума который нужно наверное закачать туда да да здесь есть все для производства синего я думаю что я сольюсь стена на все стене все молодец любовь и нужно было выйти хотел бы я понять что она пыталась сделать скорее всего мы никогда этого не узнаем нет смысла об этом думать не надо получить доступ главному компьютеру это ключ к тому чтобы покончить со всем этим проект хульдр во наших руках ты знаешь что делать ну то есть вот так устройство отреагировал он ничего не произошло может быть чего-то не хватает и ребенок спокоен верну его когда закончу с главным компьютером и Чего-то не хватает? Чашка, машина, аудиостанция, вещи. Ага, в кармане у нее лежал еще один наручный имплант, скорее всего, Майи. Вот чего не хватало, да? Терминал разблокирован, да? Ну что ж, снова... А, подожди. Что значит неизвестное? Всюду известно тебе. Активировать, наверное, проект, да? Помощь, эксит, плей, аудио файл. Да ладно. Так только вы это самое. Что значит не та команда? Я вернулся, я вернулся. Опять же сейчас подсмотрел, как вводить команды. Ну, оказывается, тут немножко по-другому. Не просто LOG-1, а нужно PLAY LOG-1. Ядро HULDR функционирует, но все мои симуляции гибридов оказались неудачными. Носитель постоянно мучается от огромного конгнитивного диссонанса. Вероятно, мы столкнулись с проблемой, связанной с интерфейсом. Обычное дополнение возрастного человека просто не может обеспечить достаточную пропускую способность для успешного конгнитивного. Я исследовала перинатальные дополнения, и мои первые результаты выглядят многообещающе. Синхронизация роста нервной системы с ранним видением синего может оказаться выходом. Так, PLAY LOG-2. Молодая женщина, с которой я вступила в контакт, показала себя яркой, преданной и верной. Она готова предложить ребенка для нашего дела. Следующий шаг – найти отца, но мы должны действовать избирательно. Нельзя подвергать себя риску. Кто-то человек разоблачит нашу деятельность. Еще мне наконец-то удалось раздобыть образец синего, но мне стыдно за то, что мне пришлось сделать, чтобы его получить. Надеюсь, что мой городской связной выжил. Так, подожди. PLAY LOG-3. Мы только что закончили работу над утробными сосудами. Я все еще скептически отношусь к этому Карлу, но Катерина уверяет меня, что сможет держать его на коротком поводке. Он похож на нервного параноика, пока подыграю, но, скорее всего, это лишь вопрос времени, когда он станет помехой. В любом случае, сосуд еще требует поведения дальнейших испытаний, но скоро мы сможем провести искусственное оплодотворение. Так, ладно. Пока мы ждем созревания сосуда, я установила механизм самоуничтожения, называемый протоколом FENRIR. Если мы когда-нибудь себя выдадим, его можно использовать, чтобы предотвратить попадание нашей священной работы в плохие руки. Эта программа полностью уничтожит все диски резервные копии. Мы не можем рисковать тем, что наши враги используют Хульдру во зло. Это вполне может привести к разрушению всей планеты. Ха-ха. Понятно. Становится понятно, что такое активация FENRIR и активация Хульдры. То есть, активировать. здесь. Блин, вот здесь же он был написан. Да? Play Audio File. Вот здесь File List показывает файлы. Play нажимаешь. Audio File забиваешь и пошел дальше. Теперь активация FENRIR. Ну а осталось написать, что? Да? Активировать, что? Хультру? Или Фенрира? А он ждет, ждет, смотрит мне в затылок. Смотрит. Что я там набираю? Не смотри, отвернись. Ты должен видеть. Ты не должен видеть, потому что я... Я не буду. Я не буду активировать эту хультру. Не буду подсоединять и вносить эту всю информацию в ребенка. Ни к чему хорошему это не приведет. Все должно... Я, конечно, интересно мне, конечно, посмотреть, что там может быть. Что это, к чему это. Но все-таки нет. Этот процесс навсегда сотрет все данные. Продолжите. Нет. Нет. Нет, никакого сомнения. Да. Это единственный логичный план действия, Алекс. Нет. Ты не можешь. Если ты сделаешь, то я навсегда уйду. Ты уже ушел, Алекс. Я люблю тебя, но ты ушел. Полагаю, так и есть. Может быть, хватит уже притворяться. Да. Жить в отрицании слишком разрушительно. Да. Мне пора идти. Прощай, Алекс. Пока, Вера. Я люблю тебя. Ну все, и избавились от прошлого и всего. Конец файла. Конец файла. Вот и все. Дело сделано. Что теперь с ребенком будем делать? Воспитывать? Пора вернуть тебя к маме. А, воспитывать. У нас есть мама. Туда и вернем. Она уже сидит. Выздоровела. Слава Богу. Это она. С ней все хорошо? Ваш ребенок не пострадал. Наверное, вы быстро восстанавливаетесь, учитывая ваш перевод сюда. Я в порядке. Головные боли почти прошли, и ко мне возвращается энергия. Что случилось со Стиной? Мертва. Я также активировала в вашей секретной лаборатории Продголфенрир. Проект Ульдра был уничтожен. Что? Зачем? Твою мать! Нет, вы все испортили! Я ничего не испортила. У тебя будет нормальный ребенок. Что сделано, то сделано. Но вы еще можете быть мать. Бросьте. Думаете, они позволят мне оставить ее после всего, что я сделала? Вы знаете, что она права. Женщина, экспериментирующая над собственным ребенком? Она слишком опасна, чтобы быть родителем. Я никогда не выйду из тюрьмы. Просто-просто заберите девочку, и ей будет лучше без меня. Мы найдем кого-нибудь, кто о ней позаботится. Да нет, я ее возьму. Возьму. Со мной она будет в безопасности. Я возьму ее. Со мной она будет в безопасности. Хорошо. Просто идите. Уходите отсюда. Через несколько дней. Знаешь, Алекс, в какой-то момент мне показалось, что в этом есть смысл. Когда любимый человек находится далеко от нас, так легко начать рационализировать, воспринимать невероятную опасность как преувеличение рациональной страхи. Я смогла преодолеть эти эгоистичные эмоции и принять горькую правду. Ты ушел, и ты никогда не вернешься. Я буду возвращаться сюда время от времени, но все будет по-другому. Я стала родителем, и это означает другой выбор приоритетов. Впервые с тех пор, как ты погиб, я начала задумываться о будущем, и я считаю, что это то, чего стоит придерживаться. Ну что ж, вот и все. Вот и все. Вот и все. Конечно, интересно, чтобы было бы, если бы было бы все по-другому, но я думаю, ничего хорошего из этого не получилось. Ну ничего хорошего не получилось. Все должно быть так, как придумала мать природа. Хотя она тоже придумала нам мозги, которые создают и созидают вот это вот, да? Кто его знает? В чьи руки это все попадает? Вот ты переживаешь за то, что это все попадет в какие-нибудь плохие руки, и потом что? Все. Да, конечно, с кодами тут. У меня плохо, прям беда получается с этими командами. Ну ничего страшного, ничего страшного. Глава, главное, вера у тебя появилась. Вера в будущее. И покой на душе. Ну, на этом мы закончим. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok